Представитель этого сообщества, он у нас сегодня в гостях, по понятным причинам сохраняет конфиденциальность. И поэтому он у нас сегодня Олег. Олег, добрый вечер. Всем добрый вечер. Ну, расскажите нам о том, где взяло, откуда есть, быть пошло это самое движение анонимных алкоголиков. Вообще, в мировом масштабе, наверное, и как в Ижевске оно у нас появилось? Вообще, сообщество анонимных алкоголиков появилось в 1934 году в Америке. Там два человека, которые страдали этой болезнью, очень хотели от нее избавиться, но по отдельности они не знали, как это сделать. И вот, ну, свел их случай, они встретили друг друга и стали друг другом делиться вот своими, тем, что они делают, и то, что им помогает оставаться трезвым. И вот с этого момента началось, так скажем, вот это вот движение. Не все там было, конечно, гладко, но потом, через несколько лет, они написали книжку, анонимные алкоголики называется, по которой, как бы, занимаются вообще анонимные алкоголики наши, они написали 12 шагов, которые являются программой выздоровления. И вот по этой программе сейчас уже, ну, более, наверное, 5 миллионов во всем мире людей выздоравливают от алкоголизма, остаются трезвыми и передают свой опыт другим алкоголикам, которые все еще страдают от этой болезни. То есть, получается, программа не меняется с 1934 года? Нет, она, как вот ее придумали в 1934 году, так она и осталась до сегодняшнего времени. Она работает? Она реально работает, игрет более 5 миллионов человек, уже остается трезвыми. Сколько в городе Ижевске сейчас, ну, не знаю, членов сообщества и сколько людей пользуются услугами? Ну, точное количество я вам, наверное, не скажу, потому что к нам люди приходят, кто-то выздоравливает, остается, кто-то уходит от нас. Так что точное количество посчитать, наверное, не удастся. А как вас люди находят в Ижевске? Вот рекламы, как таковой, раньше не было, вам 20 лет. Сейчас, может быть, где-то, вот вы на радио пришли, иногда я вижу маленькие дощечки такие на деревьях, тоже анонимные алкоголики, или там избавим от алкоголизма объявления. Раньше как вас находили? И сейчас тоже как? Мы также занимались, мы развешивали вот наши объявления на остановках. Мы тоже давали рекламы в газеты. Нас не очень часто, мы все-таки приглашали тоже на радио и телевидение, мы выступали. И так мы ходим с больницами, вешаем там свои наши стенды. У нас вот есть визитки, есть рекламные, ну, проспекты нашей организации. Олег, вот основная такая ячейка, что ли, движущая с нашего ижевского сообщества, это сколько человек? Ну, у нас, понимаете, у нас такое, как понятие, движущая ячейка нету, у нас все равны, у нас нет ни руководителей, ни каких-то главных людей. У нас все находятся как бы, ну, на одном уровне. Понятно. Все друзья, все, как это было в начале, просто встречаются и помогают друг другу. Да, мы собираемся и делимся нашими силами и надеждами, и помогаем друг другу избавиться. Олег, я правильно понимаю, что у вас нет никакого корыстного умысла? Вы зарабатываете на этом денег? Нет, мы живем на свыдь анонимно-добровольных пожертвований. У нас нет ни скупительных взносов, вообще никакой проблемы. Олег, наверное, вопрос, который интересует всех слушателей, как вы попали в общество? Я попал. Ну, я уже как бы, тоже у меня есть такой опыт печальный, вот этой болезни, алкоголизм. У меня вот был один знакомый, он ходил уже и много лет оставался трезвым. И вот когда вот уже, ну, так скажем, дошел я до последней ручки своей, я так вот вспомнил, что есть вот такая организация, да, и то, что, ну, может, это последняя моя надежда была. И я нашел в интернете, у нас есть сайт анонимных алкоголиков России, я нашел там телефон, позвонил, нашел, где проходят у нас собрания в городе Ижевске, ну, и пришел туда. И кардинально изменили свою жизнь. Вот какая красивая кофта сейчас на Олеге. Ну, что, друзья, у нас сегодня в гостях Олег подошел еще и вот товарищ, все оба, они представители сообщества анонимных алкоголиков города Ижевска. И сегодня у нас в гостях 16 Вера Зорина, Денис Назаров, ну, и у нас сегодня еще и гости в студии совершенно для нас, ну, неожиданно показались, нас так обрадовали, удивили. Сообщество анонимных алкоголиков и два представителя Олег и Алексей. Все они прошли через тяжелые испытания в этой жизни, через эту болезнь, но выкарабкались. История Алексея. Добрый вечер. Алексей, здравствуйте. Добрый вечер. В пробках задержались? Немножко припоздали. Да, я немножко опоздал. Пробки были. Пробки. Расскажите, как вас связала жизнь вот с этим самым сообществом, как вы сюда попали и какие результаты, какие итоги вот сейчас мы имеем к этому сегодняшнюю году? Ну, в общем-то, я употреблял алкоголь в течение 20 лет, с самой молодости, после школы начал. Ну, и, соответственно, за все это время я прошел через все круги ада, которые, как бы, испытывает пьющий человек. Вот. Ну, и я устал от этой жизни. Начал думать, что же делать, как же жить дальше. Начал искать выход, способы. Я пробовал кодироваться, но мне это не помогло. То есть надолго я не смог остаться трезвым. Вот. И потом однажды я услышал по радио, в прямом эфире выступали и рассказывали о себе анонимные алкоголики Москвы. Вот тогда я подумал, хорошо бы мне туда попасть. У меня почему-то доверие к ним появилось и надежда на то, что есть способ все же какой-то. Я услышал о программе «12 шагов», но я тогда еще не знал, что это за программа. Вот. А моя жена, втихаря от меня, написала им письмо, и они прислали эту программу. Потом она мне ее выручила, я ее прочитал, но она мне не понравилась, потому что, прочитав ее, я подумал, нет, я так не смогу жить, потому что мне показалось, что я святым должен стать. Слишком кардинально нужно было все поменять. Да, да. То есть вот такое мое представление было первое. Я эту программу забросил в дальний угол и забыл про нее. И еще три года употреблял. Потом я все же думал об этом, и однажды у меня был такой период трезвый, примерно месяц, потому что меня выгнали с работы на месяц. Вот. Начальник сказал, иди проветрить, иди в отпуск. Это была зима. Вот. Я ушел в отпуск, и однажды, гуляя по городу, я зашел в магазин, и увидел там такую книжную лавочку небольшую, и там были две книги. Одна была «Как бросить пить», другая «Как бросить курить». Я долго стоял, думал, которую же мне взять. А вы и курили еще к тому времени, да? Курил и пил. Вот. А я думал, мне надо вот и то, и то бросить. А денег было только на одну пришлость? А денег у меня были, но мне жалко было на книги тратить деньги, потому что я читать не любил никогда. Вот. И тут я решил, все же надо начать с пьянки. Я взял эту книгу «Как бросить пить». Ага. Принес домой и с гордостью заявил, вот смотри, жена, что я купил. Первый шаг сделан. Да, я ей показал. Она начала листать ее, увидела там список городов, где есть группы анонимных алкоголиков, и там был Ижевск, и адрес группы. Угу. На то время единственный, это был 97-й год, вот. И жена спросила, ты пойдешь туда? Я говорю, бегом побегу. И вот таким образом я пришел на свое первое собрание. Угу. У меня было много противоречий и сомнений. То, что я слышал, это было просто удивительно. И я такого нигде никогда не видел и не слышал. И было интересно просто. Угу. Вот. Ну, а сомнения были разные, потому что, и мне казалось, что, может, это секта какая-то. В то время как раз вот этот вот расцвет как раз был. Разный. Появлялись разные организации вот такие вот. Всяких таких сомнительных организаций. Да, да, да. И я боялся, что, ну, не дай бог попасть куда-то. Алексей, вот вы за кадром сказали, что сейчас по городу работают три таких группы, собираются. Где они собираются и... Где вы конкретно, да. Как проходят занятия у вас и кто, собственно, управляет и ведет эти самые группы? Угу. Кто говорит? Кто спикер главный? У нас сейчас в городе на данный момент работают три группы. Угу. А одна из них находится в церкви на Гагарина, недалеко от вокзала. Это новая церковь, недавно построенная. Угу. Потом вторая находится в Михайловском соборе. И третья находится на сороковом километре. Это в Сосгороде, за инженерным корпусом механического завода. Да. Там есть движение «Матери против наркотиков», и на их территории мы снимаем комнатку и там собираемся. Угу. Вот. Наши собрания проходят практически каждый день. То есть расписание построено так, что в одной группе там в одни дни, в другой в другие дни, и человек может каждый день посещать собрание. Все как в кадрах американских фильмов. Вы собираетесь в кружок и говорите «Меня зовут?» Ну, почти так, да. У вас там нет ни профессиональных специалистов, ни психологов, ни кого-то. Вы общаетесь между собой. Да. Это вообще не профессиональное сообщество. Туда приходят разные люди из разных социальных слоев, с разным достатком. Вот. И специалистов нет. Мы все сами как бы делаем, изучаем программу, сами передаем свой опыт другим людям. И делаете успешно, так ведь? Ну, успешно. Успешно это для тех, кто делает. Алексею у нас, например, 15 лет, да вы? Я трезвый 15 лет. 15 лет, и у нас Олег, у него стаж... Три года. Три года. Друзья, ну, в общем, да, давайте так, сделаем небольшую музыкальную паузу, обязательно вернемся к нашей беседе. У нас сегодня в гостях представители сообщества анонимных алкогольков. Да, да, да. Столицу дворца 1737. Друзья, сегодня у нас пятница самая необычная. Денис Назаров, Вера Зорина в студии «Радио Адам» и наши гости. Олег и Алексей из сообщества анонимных алкоголиков. Мы сдаем им вопросы и, конечно, говорим про то, что у них будет в эту субботу большое собрание. Но об этом чуть позже. У меня вопрос такой к вам, друзья. Но, Алексей, что самое главное, какое решение нужно принять для себя, чтобы действительно прийти к вам, и потом уже там у вас решить, что да, мне это не нужно? Начинается с осознания проблемы. Для меня было очевидно, что я уже не могу жить по-старому, потому что я все равно мог умереть в любой момент. Каждый раз, когда был запой, я думал, выживу я или нет. И поэтому я понял, что мне нужно с этим что-то делать. У меня есть большая проблема, и я не могу с ней справиться. Мне нужна помощь. То есть организм, то есть физика, тело сильнее, чем психика, да? Вот так выражаясь. Но в данном случае психика победила. Эта болезнь вообще, она затрагивает все стороны жизни. Психо, биосоцио и духовное. Все, все страдает. Что у вас вот сработало, что у вас подцепило, что ли, вот из этой бездны? Психика, духовность или как? Я был полным банкротом. Духовным, психическим. То есть все. Я не знал, как дальше жить. Вы сказали за кадром хорошую вещь, что прожили вы две жизни, получается. Вот ту жизнь в этом, в беспросветной синей яме, так скажем, да? Да. И, собственно, та жизнь, которая сейчас у вас началась. Вот я сейчас, сейчас я об этом говорю, что мне повезло, что я, мне дано прожить две жизни. Одну я уже прожил, ту пьяную, в которой я все знаю, все видел, прошел через многое, через многие мучения, испытания. Вот. Но я не знал о новой жизни, то есть о другой жизни, которая есть еще. И вот теперь я, как бы, наслаждаюсь новой жизнью, которую я узнал. Вы говорите, что человеку, который пришел к вам, нужно принять очень непростое решение, да? Вопрос. Да. Вот для меня, например, вот когда я услышал, что нужно полностью отказаться от спиртного, для меня это было невозможно, потому что я не представлял себе жизни без алкоголя. А как же праздники? А как друзья? А как семейные, там, обеды праздничные, да? Вот это все. Это же все традиция такая. И как без этого я не представлял. Я не думал, что люди могут так жить. Многие себе не представляют. Прямо сегодня представляете? Кто-то сказал себе в пятницу, сегодня ни-ни. И это очень сложное решение. Вопрос. А вы помогаете людям совершенно безвозмездно, да? Вы иногда своей силой тратите совершенно бесплатно. Для чего? Во-первых, я от этого получаю большое удовлетворение. Собственно, я раньше пил для того, чтобы получить удовольствие. Теперь я получаю удовольствие именно от помощи другим людям. Мне очень радостно видеть людей, которые присоединяются к нам, начинают применять наши принципы в своей жизни, и их жизнь меняется. Алексей, скажите, пожалуйста. Олег очень хорошо сказал, да. Помощь другим алкоголикам для меня это единственное, что мне помогает оставаться трезвым в этой жизни. Если я не буду передавать свой опыт, как я остался трезвым, у меня уже есть такой печальный опыт. Я буквально пару месяцев на все это забил, и я опять оказался со стаканами-бутылкой. Ну, так скажем, уберег меня от этого, от стакана. И теперь, как бы, моя основная задача – это доносить идеи до других людей, которые страдают от этой болезни. Если я этого не буду делать, то я опять начну пить. Сейчас это, как бы, моя основная задача для того, чтобы... Слушайте, может быть, я ошибусь, но это похоже на один из шагов 12, да, когда ты начинаешь делиться своим положительным опытом и тем самым себя поддерживать на плаву. Александр нам позвонил, спросил по поводу, во-первых, объявлений, которые он видел на деревьях, да, по поводу лечения алкоголизма, наркомании и прочего. Спросил, не наши ли гости этим занимаются? Нет, уже сказал Алексей. И, собственно, по поводу рекламы, вот, да, всей полиграфии, визитки. Кто вас финансово поддерживает, откуда вы средства на это все берете? И, собственно, сколько у вас времени занимает вот работа в сообществе анонимных алкоголиков и чем вы по жизни вообще занимаетесь? Вообще я живу обычной жизнью, как и все нормальные люди. У меня есть моя работа. Я работаю, я ремонтирую бытовую технику, то есть принимаю заявки и ремонтирую. За это получаю, соответственно, вознаграждение материальное, вот, которое мне хватает на мою жизнь, на обеспечение, там, семьи, например. А жена осталась с вами? Да, жена осталась со мной. Героиня. Да, ей нужно памятник поставить при жизни. Ну что же, давайте... Подождите, ну, все-таки на вопрос Александра попробуем ответить. То есть бюджет сообщества формируется... В общем, мы существуем на добровольное пожертвование членов, только членов наших групп. И никакой помощи извне мы не принимаем. Это очень такое... А, принципиальное решение. Серьезное условие, принципиальное, да. Потому что мы хотим быть независимыми ни от кого. Как известно, что кто платит, тот заказывает музыку. Тот танцует, да? Да, того и танцует. Слушайте, это очень принципиально и тоже вот... Ну все, словами они. Друзья, давайте информация на правах рекламы. У вас состоится большое собрание. Во-первых, юбилейное в честь 20-летия вашей организации. Расскажите, когда, где и кого вы ждете? У нас будет собрание 13 декабря в 12.30. 13 декабря это суббота? Да, это будет суббота. Следующая неделя. А будет выходной день через неделю. И поэтому мы приглашаем всех, кого коснулась проблемы алкоголизма. Это могут быть и родственники пьющих людей. Добро пожаловать. Мы будем очень рады дать информацию, что выход есть. То есть нет безвыходных ситуаций. Всегда есть выход. И их много вообще. Но один из них, который нам помог, вот эта программа «12 шагов анонимных алкоголиков». И мы приглашаем туда и православных священников, и журналистов приглашаем. И приглашаем различных, как сказать, глав администрации. Мы не знаем, кто придет, но мы всех ждем с радостью. Мы хотим всем дать информацию о нас, что мы есть, и что это действует и помогает. Нам также придут сотрудники МВД, сотрудники ГАИ. Мы тоже всех приглашаем, чтобы они посмотрели, ознакомились, что мы делаем. Действительно большое собрание. Давайте еще раз. 13 декабря, суббота в 12.30 в доме... Дом ученых. В доме ученых конференции. В доме ученых конференции. В доме ученых конференции. В доме ученых конференции. Ну и, друзья, что будем... Поблагодарим наших гостей, Алексей, Алексей, спасибо, что пришли. Состоятельная беседа получилась. Очень душевная, я думаю, что многие прислушались сейчас, ну и сделали для себя важную пометку в календаре. Ну и лично с ними, Лили, да, можете увидеться на большом собрании. Ну и так, знаете, так, облегчим темой. У нас такая была довольно зубодробительная, животрепещущая. Алексей, Олег, какие планы на сегодняшний вечер у вас, на вечер пятницы? Очень, я так понимаю, отличающиеся от планов большинства. Да. Сегодня. Не в укор, друзья, не в укор. Что будете делать этой пятницей? Ну, я сейчас поеду на собрание. Угу. Алексей? А сегодня я не планировал собрание, сегодня я поеду домой, буду заниматься домашними делами, как все нормальные люди, и отдыхать после трудовой недели. Спасибо большое, Алексей. Олег, очень приятно было.